Учитель чтения. Блоги памяти ученого 18-17-15 окт. 2019 сложность 1.2. Юлия Штутина научный журналист. Учитель чтения. В понедельник, 14 октября 2019 года, в Нью-Хивене, штат Коннектикут, умер Гарольд Блум, профессор Ельского университета и один из немногих литературных критиков, чьи книги регулярно попадали в списки бестселлеров. Редакция. Н. Плюс один вспоминает, какое необычное место этот человек занимал в американской академической жизни и чем он запомнился простым читателем. SD-ACNFLICKER.COM Блуму было 89 лет. Свою последнюю лекцию он прочел всего за 5 дней до смерти. В Еле он провел 60 с лишним лет и около полувека преподавал английскую литературу. Он опубликовал 47 книг. Две последние из них вышли в апреле 2019 года по сессии «By Memory», одержимой памятью, и «Machbet», «A dagger of the mind», «Machbet», кинжал воображение, и отредактировал сотни. Он боготворил Шекспира и рассматривал Библию как литературный текст, называл себя светским раввином и своим истинным призванием, по крайней мере в старости, полагал учительство, а не литературную критику. Блум родился в Нью-Йорке в 1930 году в семье эмигрантов из России. Он учился в одной из самых известных и по сей день государственных школ города – Bronx High School of Science. Классик современной американской литературы Эль Доктороу окончил – VHSS. Впрочем, больше всего – VHSS знаменита своими восемь нобелевскими лауреатами, семью физиками и одним химиком. После школы Блум поступил в Корнильский университет, где учился у историка-литературы и специалиста по романтизму Мейера Абрамса. Докторскую диссертацию по английскому романтику Перси Бешишелли Блум защитил в Йеле. В конце 1950-х в Йеле среди литературоведов доминировали представители новой критики «Нью-Критисизм». Они снисходительно относились к романтикам века и превозносили поэтов-метафизиков века Джона Донна и Джорджа Герберта. Блум не был согласен со своими старшими коллегами и опубликовал ряд книг, в которых упрямо защищал романтизм. В результате благодаря Блуму романтиков вернули в курсы английской литературы в Йеле и в некоторых других американских университетах. В 1960-х Блум опубликовал монографии о ключевых английских критиках «Нинтин» века Джонни Раскини и Уолтери Петери. В 1970-м он выпустил книгу о берландском поэте Убэй Ейтсе, а в 1973-м вышла его небольшая, но очень знаменитая работа «Тэн». «Страх влияния» в переводе С.А. Никитина публиковалась вместе с другой работой Блума «Картой перечитывания». Близкий друг Блума Джон Холандер, сам видный критик и поэт, в рецензии на «Страх влияния» в The New York Times писал, что это афористичная, странно-фриедистская и раздражающая книжка о плодотворном противостоянии между поэтами и их предшественниками. Холандер отмечал, что Блум-интерпретатор, составитель, генеалог поэтического древа, а не критик-формалист. Неудивительно, что спустя всего несколько лет после «Страх влияния» Блум расстался с факультетом английской литературы, став в Йеле профессором гуманитарных дисциплин, то есть практически человеком-факультетом. Вторую половину 1970-х и 1980-х Блум преподавал уже не только в Йеле, но и в Нью-Йоркском университете. Работал над огромной серией изданий «Челси Хаус», сейчас принадлежит компании «Инфобейс Публишинг», и все дальше и дальше удалялся от современного ему литературоведения и критики. В 1991 году в ставшем очень известном интервью журналу «The Paris Review» Блум сформулировал проблему школы рессентимента, ситуация, в которой университетская критика занимается морализацией литературы и искусства в целом, пытаясь превратить их в лекарства для общества. В результате, раздраженно говорил Блум интервьюеру, студенты читают социальную критику, а не собственно произведение, и ничего не понимают в эстетике. Неудивительно, что к середине 1990-х Блума записали в ретрограды. Он же обрел второе дыхание и выпускал один за другим толстые тома с запоминающимися названиями, чуточку бессовестными в своей прямолинейности «Т». Западный канон, выходила на русском в переводе Дмитрия Харитонова, «Как читать и зачем», «Рассказы и стихи для чрезвычайно умных детей любого возраста», «Анатомия влияния» и другие. Эти его книги пользовались успехом у читателей, которым нужен был проводник и энтузиаст, страстно любящий литературу. Блума упрекали в популизме, признавая за ним, впрочем, глубокую эрудицию. Сам он охотно называл себя учителем, наделенным даром слушать кумиров, друзей и студентов. Блум учил внимательному чтению и наслаждению языком, не случайно его самым любимым персонажем у Шекспира был фальстафонтан «Остроумие и жизнелюбие». Подлинное фальстафианство Блум находил у многих своих любимых авторов, но особенно он любил приводить в пример Бальзака, цитируя один фрагмент из романа «Луи Ламбор». Воскресение осуществляется ветром с небес, который взметает миры. Ангел, которого несет ветер, не говорит «Мертвые, встаньте!» Он говорит «Пусть встанут живые!» Пер. Г. Рубцовой. Так и должно быть с литературой, ведь она не об оживлении мертвых, она о жизни живых. Юлия Штутина